Ярославский интернет буквально завален видеороликами с разгулом стихии. И неудивительно, такой масштабной бомбардировки небесная канцелярия не устраивала давно, что называется, прорвала. Вооружившись мобильными телефонами, Ярославцы робко выглядывали из окон многоэтажек, преждали непогоду под крышами остановок и магазинов. На дачах прятались под навесами и в беседках. У кого-то и сам загородный чертог порой не выдерживал напора природного катаклизма. Что-то доска какая-то валяется? Отшибло, угол. Атаковал град и Ярославль. Спрятаться успели не все. Люди без определенного места жительства стойко держали удар стихии. Некоторые автолюбители за этим поединком только наблюдали, так и не предложив бедолаге укрытие. Смотри, он стоит. Через секунду ледяной снаряд разобьет лобовое стекло этого авто. Может, это и высшая справедливость, но, как правило, стихия жертв не выбирает. На этих фото машины Ярославцев после Града. Будто из зоны боевых действий. Кстати, о величине ледовых снарядов. Народные репортеры проявляли фантазию, пытаясь показать их исполинский размер. И это еще не все. В Переславле в объектив фотокамеры попал смерч. По данным МЧС, люди от воронки не пострадали. Разве что здорово перепугались. Александр Лисицын. День в событиях. Продолжение следует.